Всем привет! На связи Италия. Русские дороги. Проект об истории русского следа на территории Италии. Ждём наших гостей сегодня. Сегодня нас ждёт с вами такой необычный эфир, необычная лекция, потому что обычно мы путешествуем по Италии и рассказываем о русских там. И сегодня вот Надежда, которая к нам уже присоединилась. Добрый вечер! Всем добрый вечер! Сегодня Надежда приглашает нас на прогулку наоборот по итальянской Москве. Надежда, давайте познакомимся с вами. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Надежда Шевчук. Это гид-переводчик из Москвы. Она любит Италию, любит Москву, искусство, в том числе говорит по-итальянски и работает с итальянцами в Москве. Правильно? Да, всё верно. И вы нас сегодня пригласили на одну из ваших экскурсий, как я понимаю, да? Сегодня она пройдёт виртуально по итальянской Москве. Да, это будет не совсем прям вот экскурсия. У меня есть два маршрута. Сегодня, скажем так, мы познакомимся с основными какими-то моментами, зданиями, да, местами, которые связаны непосредственно с итальянцами. То есть итальянский след в Москве будем сегодня искать. Такие основные моменты. Потому что, конечно, много можно что говорить. И в рамках прямого эфира тоже, во-первых, ну, за час мы точно, да, не успеем обо всём поговорить. К тому же каждый архитектор заслуживает отдельного разговора. Поэтому, конечно, сегодня, скажем так, я просто покажу вам, насколько Москва может быть, оказывается, другой. Да, и посмотрю на Москву глазами итальянцев, да, которые жили и работали в Москве. Ну, это очень интересная тема, Надежда, открою вам секрет. Я совершенно не знакома с этой темой. Вы будете абсолютно сейчас погружать нас в неё. Чистый белый лист готов, потому что очень многие из нас, и если не живут в Москве, то были и любят этот город, да, и, может быть, немного даже знают. Я уверена, что, ну, это будет всем интересно и всем полезно. Да, я тоже надеюсь, что много нового узнаете. Ну, и посмотрите на Москву тоже другими глазами. И, кстати, будьте, обращайте внимание и на детали, потому что мы про детали сегодня тоже поговорим. Мы очень много поговорим именно о центре Москвы, и вы удивитесь, насколько, оказывается, центр-то Москвы просто пропитан именно итальянским духом, итальянским следом. И в следующий раз, когда уже будете в Москве, ну, или кто сейчас в Москве, да, будете уже гулять и смотреть на здание в первую очередь, да, потому что здание, то, что мы можем вот прям видеть, да, непосредственно, вы уже посмотрите совсем по-другому. Ну, супер. Должна предупредить ещё наших зрителей, что сегодня не очень обычная, не очень стандартная техническая ситуация у нас, потому что обычно мы демонстрируем прямо на экране прямого эфира, да, вот на экране, который вы видите, какие-то иллюстрации, фотографии, картины. Сегодня мы почему-то не можем это сделать, поэтому будет дедовский метод, я вам буду показывать экран моего ноутбука. Ну, попробуем, сегодня такой экспериментальный у нас вечер, эфир и прогулка. Вот, ну, я готова. Да, давайте начнём. Во-первых, мы начнём с самых-самых азов, скажем так, с самого начала. И вот прям такие связи прочные, да, и если мы прям можем говорить об итальянцах в Москве, то первый такой период — это конец 15 века, начало 16 века. Да-да. То есть взаимоотношения Москвы и Италии начались вот прям такие прочные, серьёзные, ещё, да, ещё в конце 15 века. И не зря вот первая картинка, первый слайд нас относит как раз к этому периоду, конец 15 века. Здесь мы видим великого князя Ивана III, тогда правителя Руси. Москва при нём упрочила свой статус, и, как полагается государю уже такого единого мощного государства, ему нужна была и подстать супруга. И идея возникла у послов, да, предложить, а не взять ли в жёны византийскую царевну Зою, да, при крещении Софию, палеолог, которая в то время жила, и тут вот первая такая ниточка, в Ватикане при папском дворе. После падения Византии. Она была племянницей последнего императора Византии, и после распада Византийской империи папа Римский приютил их у себя в Ватикане. Ну и, конечно же, выгода папы Римского в этом союзе тоже очевидна. Он хотел таким образом оказать влияние католической церкви на православную Русь. Он думал, что таким образом, да. То есть выгода была обоюдная, да, Иван Третий таким образом упрочил бы ещё больше свой статус, да, породнился с византийской принцессой. Ну а Ватикан смог бы влиять на политику, ну и на религию всей Руси. Переговоры шли три года, да, и всё так быстро было. Здесь на картинке мы видим тот момент, когда посол привёз из Италии портрет Софии Палеолог, и мы видим, как его рассматривают очень пристально, и можно понять, какое впечатление вообще произвели тогда, производили вообще любые портреты. На Руси тогда светского искусства ещё вообще не было. Там иконы, даже ещё парсун, да, вот этого переходного периода не было. То есть увидеть человека реального, изображённого вот так, да, на холсте, на холсте, да, иконы, это ещё и дерево. То есть это было вообще что-то вот за гранью. К сожалению, портрет этот не сохранился, хотя конец 15 века в Италии в самом разгаре возрождения, да, то есть кто-то говорил, что портрет даже принадлежат Китти кругу Боттичелли. То есть вот жалко, что не сохранился, да, можно было представить, да, всё мастерство. Что интересно, ну портрет оценили, тем не менее, да, всё, царевну одобрили. Что интересно, этим послом был тоже итальянец Джованни Далавольпе. Он тогда уже жил при дворе Ивана Третьего. Ну и поскольку он был родом из Италии, то, конечно, ему и поручили эту миссию. При дворе его звали Иван Фрязин. Да, очень много будем сталкиваться с тем, что, конечно же, у нас имена переделывали так, чтобы было проще произносить. Поэтому Джованни стал Иваном. Фрязины – это будет фамилия у многих, да, даже не фамилия, это будет прозвище у многих ильянцев. Есть несколько версий происхождения, почему фрязинами их называли. Самая такая достоверная, да, и та версия, которая чаще всего можно услышать, что это искажённое от слова франк. А франками называли выходцев с Южной Европы, да, в частности, итальянцы. Где-то мне попадалась версия, что это связано с генуэзцами, которые обосновались тогда в Северном Черноморье, да, тогда у них было много торговых точек там опорных. И вот как-то тоже искажённое генуэзце, да, превратилось вот во фрязины. Но это прям долгий лингвистический такой целый пласт, да, нужно поднимать. Поэтому чаще всего можно услышать версию, что это искажённое от франков, да, так называли выходцев из Южной Италии. Вообще иностранцев очень долгое время на Руси будут называть немцами, да, выходцев не только выходцев из Германии, да, и Пруссии, Австрии. А немцы, потому что немы, они не могли говорить по... Они не могли говорить на русском языке, поэтому немцы. Но вот итальянцев очень многих называли Фрязин, да, мы потом встретим и Оливиза Фрязина, да, Бон Фрязин, в общем, тут целый список будет. Так вот, этот Иван Фрязин, Джоанни Делавольпе, был послом, неоднократно ездил в Ватикан. И что самое интересное, прежде чем привезти царевну, в Ватикане прошла церемония обручения. И вот этот Иван Фрязин выступал как заместитель Ивана Третьего, да, Иван Третий сам не поехал в Италию. И вот на обручении вместо Ивана Третьего, вот, Джоанни Делавольпе исполнил роль, так скажем, великого князя. При дворе, конечно, Софию не очень жаловали, потому что насторожно относились вообще к иностранцам. Что касается до проектов Папы Римского, да, оказать влияние, то тут неувязочка вышла. Никто так просто не согласился, да, попасть под влияние Папы. И, как рассказывают свидетели, при въезде в Москву даже католического священника, который ушел вперед с католическим крестом, не пустили на территорию города. Его развернули. Так что Иван Третий свою-то выгоду получил, ну, а София, хоть и воспитывалась при Ватикане, конечно же, мы помним, она византийская принцесса, соответственно, она тоже вот ближе к православию, да, поэтому, конечно, она с радостью только укрепила, да, веру. Что интересно, благодаря Софии у нас появилась, во-первых, и герб, да, «Двуглавый орел», это она привезла с Софией, она привезла из Ватикана частично, да, библиотеку, которая потом станет такой полулегендарной библиотекой Ивана Грозного в Либерее. Так что вот все вот тянется к Италии. Но, конечно, София, приехав в Россию, увидела, да, что многое не соответствует тому, к чему она уже привыкла. Ну и опять-таки встал вопрос для Ивана Третьего, как же такому мощному государству нужно и столицу подобающую, да, нужно перестраивать Кремль, да, на самое сердце. И тут София, используя все свои связи, то опять-таки обращается в Италию, и вот, как говорят, как раз-таки благодаря Софии итальянские архитекторы и потянулись в Москву. Было несколько экспедиций, да, не больше, что они все одним потоком приехали, да, естественно, на протяжении конца 15 века, начало 16 века они сменяли друг друга, но, тем не менее, вот начиная как раз-таки с того периода, после женитьбы Ивана Третьего, в Кремль потянулись итальянские зодчие архитекторы. И вот можно уже следующие слайды, давайте посмотрим непосредственно, да, следы. Ну, прежде всего, конечно, думаю, многие слышали, Кремль строили итальянцы непосредственно, то есть тот Кремль, который мы видим, это дело рубка итальянских зодчих. И, в первую очередь, конечно, это стены Кремля, и, если обратите внимание, то даже вот можно видеть ласточкин хвост, да, вот эта форма зубцов. И вот следующий слайд, если мы сравним, то вот отсылка – это уже замок Сворца в Милане. Да, похоже. Похоже. Понятное дело, что они идентичны, да, многие начнут, да, нет, ничего общего. Ну, во-первых, смотрите, понятное дело, что они не копировали, да, они просто брали какие-то отдельные элементы. Давайте ещё раз посмотрим. Да, вот если, да, да. К тому же многие особенно говорят, да нет, башни же совсем другие. Но не забываем, что вот шатровые навершия кремлёвских башен, они появились-то вообще в 17 веке. То есть вот эти зелёные шатровые навершия можно визуально рукой убрать и представить, какими изначально, какой высоты, да, были башни. Они были как раз более плоские, и что давало ещё больше сходства с крепостями, ну, в основном северной Италии, где были приняты вот такие виды укреплений. Можно идти, да, можно в следующий слайд. Да, да, вот следующий слайд, да, тут прям вот подетально видно сравнение. Наша, да, с Пасской башней, опять-таки, мы визуально можем убрать шатровое навершие и сравнить, да, все вот детали, опять-таки, особенно вот то, что называется у нас ласточкин хвост, да, зубцы, вот они чётко нас отсылают к Италии, да, параллель, на мой взгляд, очевидна. Башни, стены Кремля строили итальянские зодчи. Собственно говоря, благодаря итальянским зодчим и наши русские зодчи обучились много чему полезному. Идём дальше, да, потому что у нас слайдов много, историй много. Это вот главная наша башня, Спасская, да, центральная башня, тоже итальянский зодчий, Петро Антонио Солари, это 1492 год, опять визуально уберём шатровое навершие, вот центральная башня, тоже итальянский зодчий. Следующий слайд, да, потому что у нас с башнями и со стенами Кремля, думаю, всё понятно. Да, мы вам поверили, доверяем, мы вам поверили, доверяем, а не итальянские. Да, но на территории Кремля, конечно же, тоже много сами непосредственно построек, да, итальянских архитекторов. Вот, например, вот эта чудесная гранавитая палата. Здесь проходили все главные пиры, здесь праздновали победы, принимали послов, да и сейчас это, собственно говоря, тоже иногда служит такой парадный приёмный, да. Что интересно, строили тоже итальянцы Марко Руфо и Петро Антонио Солари, и вот следующий слайд, если я не ошиблась, да, скидывала, да, вот, а это уже дворец, алмазный дворец в Феррари, Италии. Ой. То есть, да, то есть тут тоже связь прям очевидно, да, сравните. Только единственное различие, что у нас в Кремле архитая палата только с одной стороны гранёная, да, здесь алмазный дворец со всех сторон, у нас только главный фасад, да, а гранённый. Но вот тоже, пожалуйста, в центре Кремля прямо настоящий палаццо, дворец. Кстати, мне как лингвисту, да, тоже интересно было проследить слово палаццо, в русский язык тоже пришло, скорее всего, как раз с того времени, у нас в русском есть слово палаты. Да. Поэтому вот, скорее всего, и многие лингвисты подтверждают, что слово палаццо итальянского, дворец. Ну, Пелос, ведь мы тоже, это же, даже семантика, ага. Да, идём дальше. Грановитая палата, вот, обратите тоже внимание. Ну, и, конечно, жемчужина ансамбля музеев Московского Кремля, это Успенский собор, главный собор, кафедральный. Аристотель Фьораванти, да, зодчий архитектор. Что интересно, он из Болонии, и у себя на родине он был больше известен как инженер, он двигал башни в Болонии, да, помогал всякие инженерные задачи решать решение. А вот в Кремле он прямо разработал и создал свой собственный полноценный проект здания, да, вот такой чудесный храм. Что интересно, Аристотель Фьораванти, прежде чем предоставить окончательный вариант проекта, съездил в другой город, в бывшую столицу, город Владимир, и видел, изучал там Успенский собор и что-то взял к себе на вооружение, потому что здесь Успенский собор мы не можем назвать нерусским, да, всё-таки здесь прослеживается русская архитектура, хотя и монументальность, да, особенно внутренняя планировка, они, конечно, тоже немножко отличаются, да, от привычного нам русского храма, поэтому он, конечно, совместил, да, здесь, можно сказать, такой синтез получился итальянского нововведения и русского зодчества. Так что вот главный собор Кремля тоже итальянский зодче. Что интересно, если мы говорим о судьбе Аристотеля Фьораванти, он остался в Москве, хотя хотел уехать в Италию, но Иван Третий его не отпустил. Говорят, что как раз-таки Аристотель Фьораванти разработал общий план стен и башен Кремля, то есть ему принадлежит вся вот вообще планировка, да, перепланировка Кремля, и впоследствии он участвовал даже в нескольких военных походах уже как военный инженер. Так что вот хотел приехать построить просто собор, но остался здесь надолго и выступил ещё в роли военного инженера. Да, вот так опасно делать хорошо свою работу. Ты можешь понравиться, и тебя не отпустят домой. Да, Аристотель Фьораванти ещё к тому же знал, был знаком с литейным делом, так что он ещё и обучил наших литейщиков. Так что да, мастер на все руки, поэтому при дворе он был на вес золота. Да, пускать его не хотели. Идём дальше, потому что на соборной площади Кремля нас ждёт ещё одна жемчужина, Архангельский собор. Здесь у нас Оливис, это уже начало 16 века, он выходец из Венеции. И здесь, ну, картинка немножко далекова, когда будете на территории Кремля, обратите внимание, в нишах раковины. Это вот отсылка как раз тоже к архитектуре европейской, да, потому что у нас, естественно, таких раковин в постройках до этого не было. И опять-таки, если мы мысленно закроем главы церкви, да, то по форме, да, по всему фасаду тоже будет такая отсылка к итальянскому дворцу, к итальянскому палаццу. Да, вот если мысленно убрать, то вот тоже такой привет, привет Италии. Соборная площадь на этом не прекращает нас удивлять. Идём дальше. Да, не прекращает всё тоже. Мы всё на Соборной площади. И нас здесь интересует колокольня Иван Великий. До постройки Храма Христа Спасителя эта колокольня была самым высоким строением в Москве, да, долгое время. Её закончили, именно эту высоту она обрела в начале 17 века, в конце 16-го, начале 17 века. И вот больше, чем 200 лет, это было самое высокое строение. Построил её ещё один итальянец, уже на этот раз Бон Фрязин. Его настоящее имя неизвестно, так как, кстати, случилось со многими архитекторами. Многие были просто известны под русскими именами. Их итальянские имена постепенно терялись, учитывая, что они к тому же на родине не были так известны. Да, они приехали в Москву и здесь долгое время жили и работали. Что интересно, сама колокольня Ивановна Великий несколько раз и в пожарах терпела разрушение, и Наполеон тоже поспособствовал её разрушению. Ну, не разрушению, а частично повреждению. Так вот, когда колокольню неоднократно восстанавливали, если мы посмотрим список архитекторов, то это какая-то преемственность. Всегда были итальянские зодчи, которые занимались её восстановлением. То есть такая некая преемственность, да, разные поколения. Понятно. Но, тем не менее, на разных этапах её жизни. Да, да, да. Вот такая интересная. И следующий слайд. Тут просто, чтобы сравнить, колокольня Ивановна Великий. И, конечно, тут мы не можем, понятное дело, что мы не можем сказать 100% копия, но итальянские компанилы тоже нам в первую очередь приходят на ум. Вот сравнение тоже такое довольно интересное. Параллель, на мой взгляд, вполне имеет место быть. Да, тут, естественно, в ансамбле Московского Кремля помимо колокольни у нас целый комплекс, да, рядом и звонница, да, Филаретова пристройка. Поэтому так немножко не позволяет нам сравнить отдельно стоящую колокольню, да, потому что у нас это целый комплекс. Но тем не менее, да, по структуре, по высоте, да, то, мне кажется, да, похоже тоже. Переходим дальше, потому что нас ждёт не только Кремль, конечно же. Здесь мы посмотрели. Да, ещё следующий слайд тогда. Идём дальше. Надежда, вы видите? Да, значит, рубеж 15-16 веков. И, да, Оливис Новый, который построил Архангельский собор, построил и другие церкви, их было много. К сожалению, не все до нас дошли, потому что всё-таки века. Вернёмся ещё к той церкви. Назад, да? Вот так? Да, на предыдущей церкви, если можно, ещё вернуться. Да, я на красненькое, я вернулась. У нас тут немножко тормозит, видимо, связь. Значит, Оливис Новый, который построил Архангельский собор, он построил и много других церквей. И до нас дошла церковь митрополита Петра, тоже начало 16 века, в высокопетровском монастыре. Так что будете гулять на территории высокопетровского монастыря. Тоже обратите внимание, что вот этот чудеснейший храм, построенный итальянским зодчим. Сиделись мы вот на этой чудесной картине Аполлина Ревцова. Я вообще обожаю этого художника. Кто интересуется Москвой, старой Москвой, то советую вам посмотреть именно работу Аполлинария Воснецова, и вы сможете представить, какой была Москва в 15-16-17 веках. Аполлинария Воснецова был не только чудесным художником, но и историком. Поэтому вот облик старой Москвы, это вот обращайтесь к Аполлинарию Воснецову. Здесь мы видим Красную площадь и стены Кремля, которые белые. Здесь художник ничего не напутал, долгое время стены Кремля белили. Поэтому вот можете представить, как в 16 веке мог выглядеть Кремль. Как раз нет ещё вот этих шатровых наверший на башнях. Да, вот так выглядела Спасская башня. Так что вот некогда на этой картинке прям вот очень-очень близко к итальянским крепостям. Прям вот можете чуть-чуть получше сравнить. Но нас здесь интересует не только Кремль и сами башни, которые ближе к итальянским. А нас интересует вот этот мост на Красной площади, которой ещё тогда как таковой не было. Был ров. То есть Кремль имеет форму неправильного трёхугольника. И он со всех сторон окружён был водой. С одной стороны Москва-река, с другой стороны, где Александровский сад, там текла речка Неглинная, а на Красной площади, где сейчас у нас Мавзолей и Некрополь, там был ров, который называется Оливизов-ров. Назывался Оливизов-ров. Его тоже спроектировал и построил, да, сделал. Оливиз новый, тот архитектор, который построил Архангельский собор в Кремле. Да, он же приложил руку и вот к этому рву. То есть Кремль был действительно такой вот крепостью, неприступной. И был мост, на котором торговали. Да, то что тоже Аполлинарий Восенцов, напомню, историк, он тщательно всё изучал, поэтому здесь действительно в 16 веке мог быть торг именно вот так, на мосту. После войны с Напионом в 19 веке, когда уже перестраивали весь центр, видите, большая часть Москвы тогда выгорела, ров засыпали за ненадобностью. И сейчас, конечно, рва уже никакого нет, но название Оливиза Фров нас отсылает тоже к итальянскому архитектору. Вот такая интересная история Москвы, в частности, Красной площади, стен Кремля. Супер. Идём дальше. Следующая картинка. Да, вот, собственно говоря, церковь Коломенская, когда мы говорили о Петру Кемалом, строителе Китайгородской стены, большая часть историков уверена, что как раз таки Петрок Малый построил и церковь Вознесения в Коломенском. Периоды работы Петру Кемалого в Москве как раз совпадают с моментом строительства этой церкви. Церковь, есть две версии, да, кто-то говорит, что церковь была заложена, да, по приказу Василия Третьего, когда они супругой только ещё ждали рождения наследника, то есть как вот такая просьба к Богу. Кто-то говорит, что чуть-чуть позже её построили, уже когда я родился Иван Грозный, и вот в честь рождения Ивана Грозного построили эту церковь. Но нас интересует Зодчий, да, Петрок Малый, поэтому вы тоже будете в Коломенском гулять. Вот, обратите внимание на эту чудесную постройку, которая к тому же входит и в список ЮНЕСКО. Очень красивая. Да, она очень красивая, что необычно. Шатровые, вообще шатровые завершия до этого строили в дереве, а это церковь каменная, то есть тоже такой ноу-хау Петра Камалого, что и шатёр тоже это каменный. Идём дальше, продолжаем наше путешествие по Москве. Что-то знакомое. Да, мы говорили о конце 15-го, начале 16-го века, потом, конечно, наши зодчи многому и сами научились, да, и на какой-то момент громких каких-то имён итальянцев, да, в частности в Москве не было. Бум начинается второй, да, вторая волна, так назовём. Это уже послепетровское время, да, когда Пётр I прорубил окно в Европу, он и сам приглашал многих иностранных мыслов, да, ну и, конечно же, в основном итальянские зодчи, вот период 18-19 век, это Санкт-Петербург, да, потому что новая столица, да, и, конечно, императорский двор там был. Но в Москве тоже есть работа итальянских зодчих. Вот, например, кто был в Петербурге, знают гостиный двор, так, в Москве, в Москве тоже есть гостиный двор, вот он перед вами, тот же архитектор Джакомо Кваренги. Что интересно, Джакомо Кваренги не приезжал в Москву, он все проекты пересыл почтой, и это сыграло с ним такую, не то что злую шутку, но проект пришлось немножко переработать уже московским зодчим, потому что, поскольку Кваренги не в Москве, он не учёл наклона той местности, где должны были стоять гостиный двор. Соответственно, его колоннада, да, её пришлось немножко изменить, и она у нас немножко так лесенкой спускается, да, не совсем так, как её видел Кваренги, к сожалению. Вот, удалённая работа тоже, да, один из примеров первых, удалёнки. Да, точно, точно, вот, так что вот это тоже самый центр, улица Варварка, одна из старейших улиц Москвы, и вот там такое чудесное здание Кваренги, так что вот, центр нас пока ещё не отпускает. Идём дальше, следующая картинка. Мы говорим, продолжаем говорить о Кваренге, и это здание странно-приимного дома графа Шереметьева, построенного в начале девятнадцатого века уже, да, мы уже перенеслись на несколько веков вперёд, по сравнению с Кваренги, здесь тоже работало удалённо, вообще история этого здания интересна, изначально он задумался как странно-приимный дом с самой женой графа Шереметьева, его крепостной актрисой Просковьей Чуговой. Это от неё исходила идея, и уже начали строительство, но Просковь вот это здание сейчас там не из Клифосовского, таким памятником любви, графа к его жене Просковье Женчуговой. И тут просто фотографий удачных не было, если посмотреть сверху, то у этого здания такие дрыла расходятся, да, огромные, как будто опоясывают руки, и тоже провести аналогию, это вот как на Ватикане, да, площадь Петра, да, у нас такие два, тоже, будто крылья, вот и здесь тоже есть у нас такое вот ощущение, да, поэтому тоже будете в районе Сухаревской площади, то обратите внимание. Так, Надежда, вы с нами? Да, да, я слышу. Отлично, отлично. Хорошо, но все равно мы победили, что бы ни случилось. По поводу страны приемного долга, еще один интересный момент. Снова продолжаем у нас проблемы с искусством. Тоже интересный момент. При стране приемном доме и сейчас работает церковь в Троице Живоначальной. Так вот, церковь расписывал итальянский художник Домейников Скотти и сохранился купол им расписанный. Так что тоже вот установились вот на этом прекрасном здании Екатерининском дворце в Лефортово. Мы закончили наш разговор на Джакому Кваренге. И вкратце напомню, что гостиный двор, станоприимный дом, где сейчас находится низ Клифосовского и Екатерининский дворец, это все работа Джакому Кваренге, который сам в Москве не был, он присылал только непосредственно проекты, исполнители были уже другие зодчи, которые на тот момент находились в Москве. В здание сейчас Екатерининского дворца, к сожалению, не попасть, оно относится к Министерству военных дел, там, по-моему, военный архив, если не ошибаюсь, но посмотреть на колонны на само здание можно, так что будете гулять в районе Лефортово обязательно возьмите на Идем дальше тогда. Да, переносимся, и вчера я упоминала про, опять возвращаясь к Екатерининскому дворцу, что интерьеры тоже дело рук итальянцев, и один из них был Кампорезий. К сожалению, постройки Кампорезии не сохранились, потому что постройки это еще конец 18-го, начало 19-го века до войны с Наполеоном, после чего Москва на большую свою часть была разрушена, поэтому вот именно здания Кампорезии не сохранились, но остались вот такие его прекрасные рисунки, да, можно в интернете посмотреть, найти прям целый ряд зарисовок, в которых Кампорезий показывает Москву 18-го века, которую мы уже точно не увидим, не найдем, и вот так выглядел Кремль, да, если мы будем смотреть Софийской Набережной, да, вот тогда вот был Большой Кремлевский дворец, выглядел именно так, да, вы видите, на склоне, да, видны главки соборов, и вот Большой Кремлевский дворец выглядел тогда так, да, еще не было дворца Константина Тона, и вот замечательная такая вот возможность, да, полюбоваться, я вчера упоминала о Полинаре Васнецове, да, к которому тоже можно обратиться, если хотите посмотреть на Старую Москву, но вот Кампорези тоже оставил след именно вот в изобразительном искусстве, да, не в архитектуре, к сожалению, да, строения не остались, но зато картинки, да, он, кстати, демонстрировали в конце XVIII века панораму Москвы, что вот он внес существенный вклад в запечатление облика Москвы. Супер. Да, идём дальше, продолжаем. Да, немножко вернёмся к середине XVIII века, вторая половина XVIII века, прекраснейшая церковь, по стилю, думаю, многие узнали, баробка. Эта церковь нам интересна в связи с нашей темой по нескольким аспектам, да, первая, эта церковь посвящена и носит имя Папы Римского Климента I. И приулок, приулок, на котором она стоит, по-моему, да? Климентовский, да, да, совершенно верно. Вообще, этот собор доминанта Замоскворечь, потому что Замоскворечь это такой прекрасный, чудесный, тихий район, да, хоть и центр, но там ещё осталась такая низкая застройка, двухэтажные, трёхэтажные дома, поэтому, конечно, вот этот храм, он прям выделяется заметно. Естественно, встает вопрос, почему же посвящение Папы Римскому, да? Напомню, Папа Климент жил ещё в первом веке нашей эры, да, уже после Рождества Христова, он входил в число апостолов от 70, он был гоним за то, что он проповедовал христианство, как мы помним, в начале было несколько волн гонений на христиан, так вот, Папу Климента сослали в Херсонес, да, это уже наше Черноморье, что интересно, да, поскольку до XI века не было разделения на православную и католическую церковь, то Папа Климент почитаем и у нас, и в католической церкви, но что самое интересное, в X веке, уже после принятия христианства на Руси, мощи Папы Климента были обретены нашими Кириллом и Мефодием, именно они принесли сначала в Киев, да, тогдашнюю столицу Руси, мощи, ну и постепенно потом по стране частицы мощей разошлись, поэтому вот Папа Климент почитаем и в православной церкви тоже, тогда еще, напомню, разделения не было, да, прекрасный образец с барокко, второй момент, который нам интересен в связи с этой церковью, это имя архитектора Трезини, да, итальянский зодчий, его авторство ставится под сомнение, да, потому что нет никаких документальных подтверждений, да, кто именно из архитекторов, да, до сих пор идут споры, но самым таким главным претендентом, да, на строительство этой церкви это вот Трезини, тоже итальянский зодчий, и что еще нам интересно, во-первых, интерьеры непривычные, я не помню, следующий слайд, там у нас, я скидывала интерьеры, интерьеров нет, да, интерьеров нет, но имейте в виду, интерьеры тоже прямо ассоциают к римскому барокко, непривычные интерьеры для православного храма, хотя собор православный, и вот следующий слайд, уже немножко забежали вперед, в церкви Папы Климента находится копия Туринской плащаницы, которую привезли в 2016 году, она находится справа от алтарной преграды, так что обязательно зайдите внутрь, да, полюбоваться и на оборочные интерьеры, и посмотреть на копию Туринской плащаницы, ещё одна копия Туринской плащаницы находится в Москве в Сретенском монастыре, так что вот тоже такой вот интересный след, да, итальянский в Москве. Очень интересно. Да, причём многие видели церковь Святого Климента, проходили её, да, потому что это доминанты действительно за Москворечье, да, но не все заходили внутрь, а я вам очень советую. Это правда. И вот уже через слайд, опять вернёмся в центр, это Александровский сад. И здесь мы уже перенесёмся во вторую треть, вернее, ещё пока в первую треть и в середину 19 века после войны с Наполеоном. Москва, как я уже сказала и сегодня, и вчера тоже говорила, на большую часть была разрушена, и нужно было её восстанавливать, и, воспользуясь моментом, весь центр был заново перестроен, перепланирован. И здесь мы, конечно, не обойдёмся без запоминаний имени Осипа Баве. Это зодчи итальянского происхождения, Джузеппе Бова, по-русски его называли Осипом Баве. Его отец был неаполитанским художником, и его пригласили ко двору Екатерины Второй, где он успешно работал, и, соответственно, Осип Баве уже родился в России. Корни у него итальянские, но вырос он в России, но поехал учиться в свою родную Италию. И вот, когда он вернулся, то он стал одним из главных архитекторов по восстановлению Москвы. Собственно говоря, новый ансамбль Красной площади, Александровский сад, здание Манежа, ансамбль Театральной площади, это всё заслуга Осипа Баве, то есть тот центр. Именно та планировка, к которой мы привыкли. Понятно, естественно, что здания и реставрировались, появлялось что-то новое, но в целом это вот благодаря Осипу Баве. И смотрите, мы вчера говорили и про Левизофроф на Красной площади, и то, что на месте Александровского сада протекала речка Неглинная. Вот именно в тот момент после войны с Наполеоном, когда была реконструкция центра, тогда же и ров, и речку засыпали. Река Неглина и сейчас течёт, но уже в подземном коллекторе. Мы вот гуляем по Александровскому саду. На фотографии входные ворота оригинальные ещё XIX века с двуглавыми орлами. Так что вот гуляя по центру и гуляя особенно по Александровскому саду, помните, кто спланировал весь этот сад, весь этот ансамбль. Следующий слайд. Да, вот на этом слайде мы видим, перенесёмся опять в центр, но уже на Театральную площадь, и перед нами проект Осипа Баве для Большого театра. Большой театр многострадальный. Сначала это был Петровский театр, да, ещё в конце XVIII века появился. Почти сразу после завершения строительства он сгорел, пытались перестроить, но там и война с Наполеоном, и уже Осип Баве построил вот такой чудесный театр. К сожалению, этот театр тоже пострадал в пожаре в середине XIX века, и здесь мы будем говорить опять о преемственности, потому что уже тот Большой театр, то здание, к которому мы привыкли, это уже перестроенный, но здесь тоже у нас итальянский архитектор Альберто Каус, тоже зодчий итальянского происхождения. Так что тоже, вот как мы говорили про колокольню Иван Великий, да, что при последующих реконструкциях фигурировали итальянские имена, также и здесь, да, тоже от итальянских имён никуда. А так что Большой театр всецело тоже обязан итальянским зодчим. Боже мой, главная наша достопримечательность везде, везде, да. Следующий слайд. Да, вот, собственно говоря, Большой театр, как мы его видим сейчас, а это уже Альберто Каус. Идём дальше. Ну и, конечно, Осип Баве, мы не можем не упомянуть про Триумфальную арку, да, многие слышали, многие знают её на Кутузовском проспекте она сейчас, но не все знают, что на Кутузовском проспекте арка это уже восстановленная в 60-х годах 20-го века. Арку установили как символ победы над Наполеоном и стояла она на площади Тверской заставы, это недалеко от нынешнего белорусского вокзала, то есть совсем в другом месте, да, на улице Тверской она была. Что интересно, когда арка полуразрушена, да, её разобрали в 30-е годы, она уже, нужно было расширять саму Тверскую магистрали, но оригинальные фрагменты арки Баве сохранились в музее архитектуры имени Щусева, они прямо во дворике на улице, так что любой желающий может войти и посмотреть на оригинальные фрагменты арки Осипа Баве. Да, что вот такой тоже символ победы над Наполеоном. Вообще, как раз после победы над французской армией в России у нас процветал стиль ампир, да, это вот как раз всё должно было говорить о могуществе, величии и славе России. Поэтому вот недаром мы будем видеть и изображения различных символов победы, богиня победы Ника, да, в первую очередь, лавровые венки, то есть даже и декор, все элементы, что будет отличать от такого спокойного классицизма, это вот как раз детали, которые будут нам всячески говорить о военных победах и военных заслугах. Понятно. Идём дальше. Тоже церковь прекрасная, работа Осип БВ, и эта церковь прям недалеко от церкви Папа Климентов за Москворечи, всех скорбящих радость. Здесь, правда, Осип БВ не полностью её возводил, не с самого начала, он после пожара в Москве её перестраивал, изначально проект церкви, и изначально церковь была по проекту Казакова, Матвея Казакова, другого нашего прославленного московского архитектора. И зайдите внутрь, потому что тоже убранство церкви отличается от привычного нам православного храма. Там всё тоже вот такое ампирное, классицизм, ампир. Очень люблю я вообще за Москворечи, потому что тоже такая концентрация итальянских имён имеется. так что ещё одно место вам на заметку для прогулок. Да, двигаемся дальше. Вернёмся опять на театральную площадь, как видите, на фоне у нас квадрига большого театра. Но нас интересует вот этот фонтан с четырьмя ангелочками Путти, которые изображают четыре вида искусства, комедия, трагедия, поэзия, музыка. Скульптор Виталий, тоже итальянский скульптор. До нас дошло два фонтана тогда разборных. Один стоит и поныне на театральной площади, второй сейчас в Нескушном саду перед Александринским дворцом. Там у нас будет изображение четырёх рек. Этот фонтан был одним из первых в Москве, куда жители приходили брать питьевую воду. В конце XVIII века благодаря Екатерине Второй проложили водопровод из Мытищ, то есть в Москву поступала качественная хорошая вода из Мытищ и вот на главных площадях устанавливали вот такие водоразборные фонтаны. Осип Баве решил, что не гоже всему ансамблю театральной площади просто так с каким-то фонтаном, поэтому поручил Виталию вот такой измительный проект. Сейчас зимой, естественно, фонтаны не работают, но весной и летом можно насладиться. Уже весна надежда. Ну, у нас ещё снег, у нас ещё снег и фонтаны ещё, к сожалению, не работают. Ждём. Да, у нас обычно сезон фонтанов это, ну, хорошо, если повезёт конец апреля. Там зависит только погода. Да, да. Дальше? Идём. Да, идём дальше познакомились. Да, вот, собственно говоря, второй фонтан Виталин. Это нескучный сад Александринский дворец. И здесь изображены... Здесь четыре реки в России. Ага. Здесь четыре реки. Идём дальше, потому что на скульптуре, да, тут, к сожалению, немножко темновато. Так, в центре нас ещё интересует прямо на улице Маховой вот это здание, одно из зданий МГУ. Да, многие МГУ ассоциируют сразу с высоткой, да, на Воробьёвых горах. Но на Маховой тоже остались исторические здания, где ещё при Екатерине Второй расположился университет. После пожара это здание восстанавливал другой итальянский архитектор Доменико Жилярди. Да, он тоже сделал много проектов, и его имя будет нам нередко встречаться в целом в Москве. Но, конечно, если мы говорим по центру, то обратите внимание вот на это чудесное здание. Что интересно, как видите, здесь не совсем тоже классицизм, потому что, если присмотреться в элементах, тоже будут и богини Победы, да, лавровые венки, то, к сожалению, я же говорю, фотография деталей прям полностью нам не позволяет рассмотреть. Что такое характерное для Жилярди было, мы потом ещё посмотрим несколько его строений, колонны, да, смотрите, они идут от второго этажа, то есть не с самого начала, а они как будто в воздухе, да, приподняты. Во многих его проектах это будет именно так, да, колонны будут как будто подвешены в воздухе. Это тоже вот его такая особенность. Идём дальше, следующий слайд. Да, вот ещё один из проектов, и здесь вы видите тоже, да, колонны вообще в нишах спрятаны, да, где окна. Да, не совсем традиционное решение, да, для классицизма и даже для ампира. Это мы уже перенеслись на улицу Поварская, я вообще люблю улицу Поварскую, она тоже такой сохранила ещё дух старинных особняков, там тихо, спокойно, очень приятно прогуляться. А сейчас в этом здании музей, литературный музей имени Горького, недаром памятник перед зданием имени Горького. И вот нам интересно тоже имя Жилярди, да, потому что по Москве мы можем найти много-много его проектов. Идём дальше, следующий слайд. Здесь мы вот поговорили про XIX век, да, нас интересуют, конечно, два имени, это Осип Баве и Доменико Жилярди. По Москве, повторюсь, не только в центре, много их работ, да, про них, про каждого отдельно можно прям полноценный прямой эфир проводить и рассматривать, и рассказывать каждое здание. Мы перенесёмся уже к конец XIX-начала XX века и поговорим сейчас не совсем об итальянских архитекторах, а поговорим больше о влиянии итальянской архитектуры и как наши русские изучи это видели. Вот это здание находится в районе Патриарших прудов на улице Спиридоновка, его называют ещё Палаццо, да, действительно, вот если убрать все вот эти значки, да, пешеходные. Да, они группы, это Палаццо. Да, это прям Палаццо архитектора Жолтовский. Жолтовский 10 лет прожил в Италии, очень увлекался итальянской архитектурой, в частности, архитектурой Палладио. И вот следующий слайд, да, если мы посмотрим, вот, Палаццо Тена Веченце, немножко пропорции изменены, но если вот мы вернёмся к предыдущему, да, так попробуем сравнить, попробуем сравнить, да, вот здесь очевидно, чем вдохновлялся Жолтовский. да, но это будет не единственный его, да, пример, но вот это прям типично, потому что мы вот, если, я же говорю, брать все вот эти знаки пешеходные, то вот Италия, Италия. Надежда, а вот этот Палаццо, вот это? Веченце, Палаццо Тиене, Веченце, Архитектор Палладио, да, поэтому это же говорю, когда мы говорим про Жолтовского, нельзя не упомянуть и Палладио, да, поэтому у нас в Москве есть следы, да, у нас в Москве есть следы Палладианства. Следующий слайд. Рядом со зданием МГУ на Маховой, который мы посмотрели, дом Анико Жулярды, прямо вот соседнее здание, вот тоже Архитектор Жолтовский, это здание известно просто как дом на Маховой Жолтовского, это уже 1930-е годы, да, то есть уже 20-й век, и опять-таки Жолтовский вдохновлялся Андреа Палладио, Палладианством, причем нет конкретного здания, да, которое вот, может быть, вдохновило, но непосредственно сами колонны, да, вот тоже Жолтовский давал отсылку на Палладианство. Что интересно насчет Жолтовского, да, мы понимаем, что 20-е годы у нас, да, в Советском Союзе это был конструктивизм, да, важна была простая форма, да, главное был комфорт, функциональность зданий. Жолтовский в 30-е годы строит вот такое здание, да, и, конечно, была критика, потому что говорили, ну, как так, да, у нас был конструктивизм, да, никаких уж про колонны речи вообще не шло, да, никаких вот декора внешнего, абсолютно простые фасады, а тут вот появляется вот это украшательство. Но, как ни странно, Жолтовскому помогали, да, вышестоящие, то есть его очень ценили в верхах. Кто-то там тоже любил палладио, да? Да, 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 и, собственно говоря, многие называют, что вот благодаря вот этому зданию, этому дому Жолтовского на Маховой стал возможен вообще потом сталинский ампир, то есть вот это здание назовут вообще гвоздём в крышку гроба конструктивизма. Боже. Да, вот этот переходный момент в 20-е годы, а потом как раз 30-е, да, 40-е, ну, да, уже у нас будет расцвет действительно сталинского ампира, это и строительство метро, да, там вот расцвет, а потом конец 40-х это и строительство сталинских высоток, то есть вот классика ампир, вот говорят, что как раз-таки вот это был таким предтечей, да, вот то, что потом вылится сталинский ампир. Смело, дурако, совершенно не выглядит очень смело, да, как 30-е годы. Абсолютно, да. Следующий слайд, по-моему, как раз, да, можно сравнить. Да, вот один из примеров, это итальянское, одно из итальянских палаццо, Палладио, да, вот те же колонны, да, тоже вот можно проследить такую связь, интересно. супер. Идём дальше. Это известное здание банка на Кузнецком мосту, и здесь нас будет интересовать скорее даже следующий слайд, чтобы сразу его сравнить, потому что здесь нам важно сравнение. это банк Санто Спирито в Риме, и русские уже архитекторы непосредственно вдохновлялись вот именно угловым расположением здания, да, вот по самой конструкции, да, вот по форме, то многие говорят, что корни нужно искать именно вот здание банка Санто Спирито. И изначально банк на Кузнецком мосту, да, он предполагался, да, как здание под банк, то есть это вот конец 19-го, начало 20-го века, вот тоже такая интересная связь, да, у многих, действительно, кто был, особенно в Риме, да, может возникнуть вот невольное сравнение. Мы опять, как и вчера, тоже говорим, не было, конечно, копирований, об этом речи не идёт, но по формам, да, вот сами элементы какие-то, да, можно понять, чем вдохновлялись, да, это вот тоже такой интересный момент. Пойдём дальше. И тоже вот современный, это уже 21-й век, 2000-е, 2010-е, в Москве есть два интересных жилых квартала, один из них, вот этот на картинке, называется, прям так называется итальянский квартал, это ЖК, недалеко от станции Новослободская, как мы видим, тоже здесь фотография всего объёма не может передать, тоже здесь задействованы формы римских амфитеатров, ступенчатая такая структура, в центре, как мы видим, да, даже фрагмены руин, да, то есть тоже вот и современные архитекторы вдохновляются, да, в частности, здесь древним Римом, да, естественно, современная трактовка. И вот на следующем слайде другой будет жилой комплекс, римский дом, то есть у нас есть итальянский квартал, есть римский дом, это район за Москворечием, тоже вот здесь прямо видно, как он ярусом, да, как раз очень напоминает по своей форме амфитеатр, тоже в центре руины. Надежда, сейчас перевью вас, у нас на связи Флоренция, и подсказывают, да, что по поводу угла есть термин, да, спроны, видимо, как шпора у петуха. Ага, да, спасибо за уточнение, да. Дома, спасибо огромное, супер, что вы пишете, спасибо. Да, это очень интересно, ведь для этого и проводим прямые эфиры, чтобы мы обменивались, да, теми знаниями, которые у нас есть. У нас есть новый термин, спроны, ага, супер. Это, получается, мы говорим о современной Москве, да, мы рассмотрели два... Это уже современная, да, вот просто нельзя было не упомянуть, да, вот эти два современных жилых комплекса. Я тоже, вот такая связь. Да, по-моему... Это был последний, да, это просто мне повторилось? Да, это был последний слайд, и тут уже, да, без картинок, хотелось, если мы говорим про Италию в Москве, хотелось мне упомянуть два места, да, в которые нужно обязательно сходить. Ну, в первую очередь, это Пушкинский музей. Пушкинский музей, как это ни странно звучит, потому что там прекрасный итальянский дворик, патио, там и копия Давида, Микеланджело, там и Вероккио, и там представлены коллекции шикарные, и картины итальянских, у нас даже есть Благовещение Боттичелли, да, у нас есть Тициан, отдельный зал, и сейчас проходит в Пушкинском выставка, посвященная Тьеполу, поэтому вот Пушкинский музей, да, для тех, кто хочет окунуться в Италию, это вот Пушкинский музей, у нас даже есть, у нас есть и Пьета, Микеланджело копия, да, вообще изначально Пушкинский музей задумывался, как музей слепков для студентов, да, Цветаев, вот, хотел, чтобы со всей Европой, да, сделали копии вот таких выдающихся, да, скульптур, в первую очередь, чтобы ученики, которые не имеют возможности путешествовать по Риму, могли прийти и, вот, так сказать, в живую, хотя бы, да, вот в таких слепках изучить искусство, поэтому и сейчас, да, есть отдельные итальянские залы шикарные, есть и картины, и скульптуры, поэтому вот такая мекка, да, тоже. Правда, и встречающий Давид, встречающий Давид, как бы намекает на то, что вас ждёт. Да-да-да, да, он прям перед лестницей на второй этаж, где находится тоже часть итальянских залов, поэтому, да, и Третьяковская галерея, Третьяковская галерея ссорится, конечно же, с русским искусством, но мы не забываем, что там есть прекрасные пейзажи Щедрина, да, Италии, вот у вас недавно, по-моему, как раз пост выходил про Сильвестра Щедрина, поэтому в Третьяковке тоже, вот пока ещё не было развит наш русский национальный пейзаж, да, естественно, все стремились получить золотую, большую золотую медаль и поехать в Италию, да, в 19 веке до 60-70-х годов, включительно, да, это была прям вот действительно заветная мечта такая поехать в Италию, поучиться, да, поэтому тут можно отдельно говорить и про художников наших, да, и уже непосредственно о следе русских художников в Италии, и у нас, если мы говорим про таких вот глыб, да, то Брюлов и Иванов, то, конечно, вот их зал и стоит посетить, ведь у нас, во-первых, представлен Брюлова «Итальянский полдень», это небольшая работа, но это не менее, он её как раз потом выслал как отчётную, как отчётную, да. Ну и Иван, Александр Иванов, многие приходят и смотрят только в основное произведение, да, «Явление Христа народу», но зайдите в боковые залы и где эскизы к этой картине, он же эскизы пейзажа делал в Италии, то есть вот вам тоже перенеситесь и окунитесь в Италию, так что моя рекомендация ещё вот тоже в Третьяковской галерее, попробуйте вот обратить внимание на эти моменты, на итальянские пейзажи и посмотрите и на Третьяковскую галерею тоже по другим углам. Это правда, тем более, как я понимаю, что все работы пенсионеров, которых большое количество, да, они, естественно, отправлялись в Петербург из Рима, которые работали в Риме, да, потом это была Академия художеств, но сейчас, я так понимаю, что всё находится в архивах Третьяковки и надо следить, может быть, за какими-то временными экспозициями, потому что всё у них, да, и рисунки, и картины, а их огромные, я не знаю, сколько, пятки тысяч, ну, там, сотни этих работ, потому что, конечно, некоторые люди тут находились годами, да даже за два года один человек может написать достаточное количество работ и всё это там, поэтому, возможно, когда-нибудь мы будем свидетелями массовой такой хорошей выставки, потому что, конечно, это хочется увидеть. Не всё оцифровано и не всё находится в доступе, ну, это точно. Да, это точно. Так что, да, имейте в виду, вот Пушкинский музей Третьяковской галереи, да, если именно посключитесь по итальянскому искусству, да, если мы говорим не об архитектуре, то, конечно, вот эти два центра. А, и ещё сейчас до 8 марта, если кто в Москве, да, ещё есть время, в музее архитектуры имени Щусева, да, в одном из его зданий в аптекарском приказе проходит выставка Никита Макаров «In propria persona». Это современный художник, и там практически все картины, это Италия, Венеция, Сиена, у меня недавно был пост с этой выставкой, так что вот если кто в Москве... Нам нужно там оказаться, а вы были на этой выставке, да, вы выкладывали пост? Да, я была, неделю назад, да, я была, я делала пост, прекрасные картины, причём они небольшого размера, но техника, да, потому что это вот, это потрясающе, причём нужно видеть желательно вживую, да, потому что, естественно, фотографии всё это не передадут. Нам надо идти. Повторите, пожалуйста, ещё раз, где это происходит? Никита, значит, это музей архитектуры имени Щусева в аптекарском приказе, это на этой прям территории, музей находится недалеко от библиотеки имени Ленина, так что вот в двух шагах, и вот там проходит выставка Никита Макаров «In propria persona», так и называется, прям латиницей всё прописано, и там в основном представлены как раз его итальянские работы, там и Венеция, и Сиена, в общем, потрясающая работа, хоть и небольшого формата. Это нужно видеть. Друзья, если кто-то из наших зрителей пойдёт на эту выставку, да, кто-то живёт в Москве и пойдёт на эту выставку, пожалуйста, кидайте нам фотографии, отмечайте нас, потому что нам, конечно, тоже хочется там побывать. Мы не можем, мы не все в Москве, в итальянской Москве. Да-да-да-да, так что очень, кто есть, да. Это прям рекомендация супер, я надеюсь, что действительно кто-то там окажется, и ещё мы увидим фотографии оттуда. Надежда, в двух словах, завершая наш двухдневный такой марафон по итальянской Москве, скажите, пожалуйста, вот если говорить о вас, пару слов, какие экскурсии мы можем найти у вас, может быть, ваши любимые маршруты, то есть, зачем к вам обращаться, любителям чего, кого? Ну, у меня готовых прям вот три маршрута, у меня два маршрута по итальянской Москве, это итальянский центр, где мы подробно и про архитекторов, да, про здания, всё это рассказываем, ну, естественно, там истории и будут и про доктора Живага, и про итальянских актёров, это всё вот тоже есть. Отдельно есть итальянское замоскворечие, потому что, как я уже тоже сказала, замоскворечие хранит много-много всего интересного, тоже связанное с Италией, в частности, мы говорим про Ахматову Модельяне, потому что, да, в замоскворечии есть вот один интересный памятник. И я очень люблю, это прям моя первая была экскурсия, авторская, которую я проработала, это поварская с её переулками, я обожаю эту улицу, там перемешивается и модерн, и девятнадцатый век, там можно поговорить и про литературу, и про музыку, то есть там настроение, и про фильм, да, и кинематограф, там настолько вот концентрация разных видов искусства, что вот я тоже обожаю именно прогулку по поварской и переулкам. И сейчас я готовлю ещё один маршрут, он будет вокруг музея имени Пушкина, музей имени Пушкина, Причистенко-Остоженко, да, вот этот район, будет связан тоже с искусством, история коллекционеров, там потому что мы будем и говорить про Серова, потому что в маршрут будет ходить дом, где он жил и умер, естественно, поговорим про историю Пушкинского музея, да, поговорим про дом Перцева, да, и тоже много разных интересов. Там музей Рериха, если не ошибаюсь, недалеко, Рериха, по-моему, тоже недалеко от Пушкинского, нет? Их несколько филиалов, да, и что у нас тоже, что на Причистенке тоже много, и музеев, и домов, где жили коллекционеры, тот же Третьяков, не Павел, а его брат Сергей, потому что мы знаем Павла Третьякова, а ведь его брат Сергей Михайлович тоже был коллекционером, и Щукин и Морозов, да, тоже вот в этом же районе, поэтому как не поговорить про коллекционеров тоже, да, поэтому вот у меня сейчас на подходе вот этот еще маршрут. Отлично, Надя. Связанный полностью с искусством. Мы будем следить за вашими успехами, пожалуйста, вы там, давайте нам знать, обязательно, это очень интересно, то, что вы делаете, очень приятно, что, конечно, у вас есть такие две экскурсии замечательные по итальянской Москве, что вы можете работать с итальянцами, да, на итальянском языке. Мы очень этому рады, и мы рады знакомству, поэтому давайте, давайте дружить. Тоже приятно было. Да, да. Делитесь своими успехами, мы будем за вас радоваться. Спасибо всем огромное, кто был с нами на этой прогулке. Пишите свои комментарии под видео, добавляйте свои итальянские места в Москве, если вы знаете о каких-то ваших предложениях, впечатлениях, мыслях, мы всему рады. Спасибо вам огромное, и до новых встреч. Да, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за приглашение. Спасибо огромное, Надежда, было очень интересно и полезно. Спасибо. 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 Спасибо.